Приветствую всех в игрушке под названием Fit and Grow Fish. Сегодня у нас будет прохождение за вот такого малютку осьминога. Попробуем его все-таки прокачать без читов и посмотрим на что он, ребят, вообще будет способен. Кстати, я уже вижу один халявный кусочек, это на самом деле очень хорошо для начала видео. И давайте все-таки попробуем умудриться его скушать, потому что у нас осьминог всего лишь первого уровня. Урон, как вы видите, у него всего лишь один, поэтому будет тяжеловато на самом деле скушать вот этот кусочек мяса. Поэтому давайте мы сначала все-таки попробуем съесть вот этот. Только у меня что-то, ребят, осьминог взбесился и он начал сам по себе двигаться. Вот даже сейчас, ребят, он как-то сам двигается, хотя я никаких кнопок не нажимаю. Ну ладно, в принципе мы сейчас разделаем вот этот кусочек. Сейчас тогда мы разделаем его еще поменьше и в итоге, ребят, кушаем, кушаем вот эти кусочки. Так, отлично, апнули второй уровень. Есть там еще кусочки? Ну да, ребят, смотрите, уже апнули даже третий уровень и очень-очень даже хорошо, ребят. Окей, тогда сейчас мы будем кушать вот этот большой кусочек. В принципе, дамаг у нас не особо, ребят, увеличился всего лишь на одну десятую. Но будем все-таки долбить это мясо и надеяться на то, что нас никто не слопает. И мы все-таки покушаем вот это мяско и посмотрим вообще, сколько мы сможем апнуть уровней с такого огромного куска. И пока я разделываю это мяско, я уже, ребят, примечаю то, что у нас плавает там дохлый хтиозавр и с него как раз-таки, ребят, тоже выпало вот такое небольшое мяско. То есть уже на заметочку надо запомнить то, что там у нас есть халявное мяско и мы можем тоже, естественно, им воспользоваться. Поэтому будем думать именно такой тактикой, именно халявничать. И в итоге, думаю, мы такими успехами добьемся довольно-таки неплохих успехов. И будем, ребят, пвпшиться против жестких рыбешек. Так, ну смотрите, мы, в принципе, уже разделали мяско вот до таких размеров. Нам надо бы, ребят, еще меньше его сделать, чтобы мы все-таки могли его глотать. И в итоге начинаем налегать. В принципе, уже один мы уровень вкачали. Так, давай еще, еще пятый уровень. Замечательно, ребят. Я думаю, уровни 10, наверное, мы все-таки сможем апнуть с этого огромного кусочка. Плюс у нас еще, ребят, плавают косточки. Но что-то мне подскажет, что, скорее всего, косточки мы кушать не можем, потому что они слишком большие. Они, наверное, мне кажется, ребят, с нашего роста. А это, на самом деле, слишком много. И мне кажется, наш осьминожка не сможет такое большое количество косточек скушать. Так, ну ладно. Мы пока что разделали, ребят, опять же, вот эти кусочки. И вот осьминожка, что с тобой творится-то? Он, опять-таки, ребят, у меня сходит с ума и сам по себе начинает двигаться. Это, конечно, очень странно. Видимо, все-таки немножечко багована у нас осьминожка. Потому что это связано с тем, что осьминог не предназначен для игры обычной. То есть, по сути, любой игрок не может за него играть. Но так как я сейчас играю с модификациями, мы все-таки за него играем. И вот такие баги все-таки иногда бывают, ребят, проскакивают. Ну что же, все-таки, как я и предполагал, десятый уровень есть. И это, на самом деле, ребят, меня очень сильно радует. Давайте тогда сейчас я все-таки приплыву вот сюда. Кстати, там у нас спереди мегалодон. Надеюсь, нас не будет тревожить. Мы просто тупо хотим скушать вот этот кусочек мяса. И, в принципе, все. Мы больше никого трогать даже, ребята, не будем. Так, ну что же. Кушаем тогда тебя кусочек. Отличненько, кстати. Урон, наконец-таки, уже увеличился до 1,7. И думаю, если мы сейчас, ребята, еще немножечко покушаем, у нас, наконец-таки, будет урон 2. На самом деле, это очень, ребят, и очень мало. Не знаю, конечно, как мы, допустим, апнемся до урона 10. Это, конечно, ребят, будет очень жестко. Но будем все-таки пытаться это делать. Но давайте я сначала, наверное, поплыву все-таки куда-нибудь туда, ближе к рифам и ребешечкам. Потому что они, ребят, не особо сильные. И все-таки мы против них можем хотя бы нормально попвпшиться. Кстати, тут у нас еще есть вот такой планктончик. Поэтому давайте-ка мы сейчас не упустим этой возможности и обязательно его покушаем. Главное, чтобы на меня колоссальный краб не напал. Тихо-тихо, парень, не надо. Вот смотрите, в принципе, он был готов пофайтиться. Но я против него, ребят, файтиться не хочу, потому что знаю, что проиграю, ребят. На самом деле, сменошечка слишком слабенький у меня сейчас. И лучше все-таки не стоит рисковать. Лучше, ребят, просто тупо сначала покопить опыта, вот допустим, даже вот на этих обычных планктончиках. А потом уже идти на более жестких рыбешек. Кстати, знаете, ребят, какая у меня идея возникла? Можно пойти сейчас в темные воды. Пойти на рыбу-каплю. Либо же, кстати, можно вообще, ребят, пойти на китовую акулу. Как вы помните, это самая изичная акула, которая, в принципе, вообще, ребят, нам урона нанести и не может. Но, в принципе, сейчас с такими размерами она меня может проглотить, ребят. Но вы помните мою тактику. Достаточно просто кушать нашу акулку с хвоста. В итоге она не сможет нам, ребят, ничего сделать. И мы спокойненько, ребят, ее замочим. И у нас будет дофигища мяса. И, кстати, сейчас я еще наткнулся вот на такую стайку рыбешечек. И довольно-таки неплохо их глотаю. Поэтому давайте тогда сейчас мы тоже не упустим эту возможность. И поднимем пару-тройку уровней с помощью вот этой стайки рыбешечек. Так, давайте-ка, давайте-ка еще ко мне в ротик. Отличненько, ребят. Давайте тогда сейчас еще вот сюда тут у нас более-менее густая стая. Так, еще давай. И еще, ребятки. Давайте-давайте-давайте. Поднажмем, поднажмем. Давайте хотя бы все-таки до 14 уровня апнемся. И пойдем все-таки за наши китовые акулы. Потому что все-таки с нее, я думаю, мы сможем апнуть больше уровней, чем вот с этой стайки рыбешечек. Так, ну что. В принципе, я замечаю то, что у нас уже стайка становится слишком жиденькой. Чуть-чуть нам совсем не хватило, чтобы апнуться до 14-го. Ну и ладно, и хрен с ним, ребят. В принципе, я уже вижу нашу китовую акулу. И это значит то, что мы уже очень и очень скоро апнемся. И нам сейчас самое главное, ребят, к кроносариусу в рот не попасть. Потому что, смотрите, он рядом плавает. И, в принципе, он уже нацелен против нас пофайтиться. Кстати, тут еще удичек на меня вроде бы только что плыл. Но в итоге как-то он передумал, да? Стоп, я опять вижу, ребят, кроносариус. Их тут на самом деле много. А где у нас обычная китовая акула? Эй, китовая акула куда-то уплыла. Смотрите, ребята, я просто тупо ее потерял. Я, да, я не вижу нифига китовую акулу. Нет, конечно, странника. Но, в принципе, их, по сути, должно быть две штучки. Одна именно в холодных водах, а вторая между холодными водами и темными водами. Поэтому давайте мы тогда сейчас именно в ту локацию пойдем. И будем надеяться на то, что там у нас есть китовая акула. И вот она, родная, плывет по своим делам. Поэтому давайте тогда сейчас мы все-таки начнем ее фигачить. Урон у нас, как вы видите, все-таки получше. Но, думаю, мочить мы будем эту китовую акулу долго и очень, ребят, долго. Но у нас, в принципе, времени очень много. Поэтому давайте все-таки займемся этим делом. Так, главное мне, кстати, ребят, ее все-таки как-то не упускать и догонять. Потому что вы увидите, что даже на ускорении я просто тупо не могу это сделать. Так, акулка, я надеюсь, ты сейчас завернешь куда-нибудь, и я тебя подрежу. И в итоге смогу опять укусить. Потому что, ребят, она, на самом деле, быстренькая. Так, тихо-тихо, косаточка. Только не на меня, пожалуйста. Блин, смотрите, косатка, у тебя там есть вот этот морской окунь. Чего ты ко мне-то пристаешь, да? Блин, ребят, очень опасно, очень опасно. Но вроде бы она от нас отстала. И это хороший знак. Так, так, смотрите, я уже начинаю догонять китовую акулу. И да, ребят, наконец-таки, наконец-таки я в нее вцепился. Так, 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 еще раз, ребят, отлично. И вот когда она нас будет пытаться опрокинуть, мы лучше просто тупо не будем кусать ее часто, а немножечко подождем, чтобы мы к ней как-то прикрепились. Так, ну что же, ребят, буду тогда ее фигачить. И уже мы встретимся на том моменте, когда я уже ее, наконец-таки, буду, ребят, непосредственно разделывать. И, наконец-таки, это свершилось. Я все-таки, ребята, ее убил. Давайте тогда сейчас мы ее вот так поднимем. Естественно, скушаем мяско, которое с нее выпало. И это, в принципе, вот такие сочные куски. На самом деле их много, я не ждал, что столько будет. Но давайте тогда будем приступать их все-таки разделывать. Я думаю, с этих кусков можно даже до уровня 25-го точно, ребят, тапнуться, потому что их, ну, просто дофига, ребят. Осталось их, естественно, разделать, скушать. И посмотреть, сколько у нас добудется опыта с этих огроменных кусков. Ну что же, ребят, при вас я уже, в принципе, раздел вот такое количество мяса. Оно уже довольно-таки мелкое. И поэтому давайте уже будем приступать непосредственно его кушать. Только, блин, дурацкий осьминог. Хватит просто так двигаться. Почему ты двигаешься без моего ведома? Это, конечно, очень странно. Но все-таки, ребят, будем приступать кушать мясо. И серьезно, ребят, я только что пострадал от как раз-таки той акулы, которую я и замочил, ребят. На самом деле, очень обидно и очень как-то несправедливо, что ли. Ну и так как у нас произошло непредвиденное ЧП, давайте мы все-таки воспользуемся читом, чтобы посмотреть, насколько будет мощный наш осьминожек на сотом уровне, допустим, да? Поэтому давайте тогда сейчас мы вкачаем ему соточку. Так, отлично, давай-давай до конца соточку, соточку. Вот, ребят, все, отлично, 104 уровень. Надо бы только сейчас найти, ребят, какую-нибудь рыбешечку, которую я смог бы просто тупо глотать. И с помощью этого я бы апнул все хпшки, потому что вы видите, что у меня их сейчас 44, и, в принципе, пофайтиться-то я могу, но любой файт мне будет, конечно же, в проигрыш, потому что хпшек, ребят, вообще нету, хотя урон, по сути, у меня должен быть, ребят, довольно-таки неплохой. Давайте тогда сейчас мы это, естественно, проверим. Допустим, на той же китовую акуль, если мы ее встретим, мы отомстим ей за то, что она скушала. Ну, в принципе, она нам тоже отомстила, да? Но мы отомстим, получается, вдвойне. Так, ну что же, есть тут у нас какая-нибудь китовая, либо еще кто-нибудь? Ну, смотрите, пока что я таких крупных противников, к сожалению, не вижу, только опять вот эти стайки рыбешек, которые у нас маленькие. Кстати, я вижу мяско, которое я пытался все-таки, ребят, скушать, поэтому давайте мы все-таки до конца сделаем нашу задачу и слопаем вот это мяско. Кстати, посмотрим, сколько мы восстановим хпшек. Ну, смотрите, в принципе, плюс 300 хп с этого мяса мы получили. Довольно-таки неплохо. Так, ну, и значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем на китовую акулу. Вот она, ребят, у нас плавает. И иди-ка сюда, иди-ка сюда. Вот, ребят, смотрите, неплохо. 800 урона. И это, на самом деле, очень хорошо. Конечно, хпшек у нас не сказать, что много. И, скорее всего, против мегалодона мы точно проиграем. Против прогнатодона, ребят, 50 на 50. А против кита кашалота, ребят, я пока что не знаю. Поэтому давайте тогда сейчас мы это обязательно проверим. Я уже, как вы видите, направляюсь в холодные воды. И сейчас мы, естественно, пофайтимся против кита и посмотрим, кто кого выиграет. Я все-таки ставлю, что выиграю я, потому что у меня урон довольно-таки мощный у кита. Урон, по сути, был, ребят, около 300, а у меня 800. Поэтому все-таки я должен, ребят, выиграть. Только мне бы его сначала найти, да? Потому что что-то я его нихрена не вижу, да? Куда-то он делся. Так, смотрите, касатка меня пыталась только что скушать. В итоге мы ее скушали, да? И ищем, ищем нашего кита кашалота. А вот, ребята, наш красавец, он уже заждался. Кстати, он нападает на меня. Давай-ка, давай-ка пофайтимся, чувачок. И, и... Воу, ребят, смотрите, я даже проиграл киту кашалоту. Я думал, что я смогу его выиграть. Но, в принципе, если бы я применил какой-нибудь тактический ход, допустим, начал бы его кушать с хвоста, чтобы он не мог хотя бы мне удара 2 нанести, то, скорее всего, я бы его победил. Но так как он пошел на меня прям в лоб, и я тоже пошел на него в лоб, и, получается, мы в лоб-лоб пошли, я все-таки проиграл из-за того, что у меня, ребят, было мало хпшек. Ну, ладно, в принципе, ничего страшненького. Главное, что мы, ребят, поиграли, посмотрели, на что способен этот осьминожка, и, на самом деле, ребят, способен он на малое. Поэтому, играть за него или не играть, это, конечно же, решать вам. Ну, а с вами был Илюш, игрушка под названием Fit and Grow Fish. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok